Всем привет! Сегодня необычный день. Сегодня мы выезжаем в путешествие. Мы сейчас едем в сторону Белоруссии. Мой завтрак сегодня это холодная минералка и половинка шоколадки Аленка. Буду пытаться записывать что-то во время дороги. Может быть, что-то будет интересное, какие-то путевые заметки. Может быть, вам понравится вместе со мной это путешествие. Поехали! Мы приехали на границу с Польшей. Поедем сейчас туда. Два дня мы провели в Гродно, в Белоруссии. Погостили у родственников. И сейчас поедем в Варшаву уже. Он там храпит. Он немножко приболел. У меня целый пакет на всякий случай с собой таблеток. И здесь не грамотно. Суровая польская зима. Мне очень-очень нравится вот эта дорога, когда только пересекли. Мы приехали в Варшаву и жеребий пал на меня. Я иду в магазин за ужин. Я пришла из магазина, купила нам на ужин всякого всего. И могу сказать, для особо любопытных Польши, мне кажется, самая дешевая страна в мире. Потому что здесь продукты все стоят крайне дешево. Все цены не в евро, замечу, а не в злотых. А один злотый – это 14 рублей. Когда не о чем рассказывать, снимайте ромб дуры. Короче, мы сейчас будем все ужинать. Я пожарила тартар вместе с овощами. Мы сейчас будем ужинать. Итак, вот наш стол. Мы уже ужинаем. Салат, жареные овощи и злаковый хлеб. И очень люблю сырные вот эти всякие штучки. Садись, будешь есть помидоры. Вон у тебя сколько помидоров. Иди садись, Платош, за стол. Все помидоры у тебя. Садись. Ну и немножко вина, чтобы расслабиться в конце дня. Вот так вот, чуть-чуть подальше. Конечно, немного неаккуратно на столе, потому что там, тут хлеб, какие-то крошки. Ну, я очень спешила. Итак, доброе утро. Сегодня 31 декабря. И я буду готовить сейчас чай, кашу. Малиновую, естественно. Платон уже знает. Малиновую кашу. Кстати, я очень люблю йогурты, которые двухсоставные. То есть сверху сам йогурт, снизу варенье. Так можно варьировать. Почему-то решила, что мне нужно попить сока грейпфрута. Я очень люблю грейпфрутовый сок, а в Москве его в последнее время не найти. Ну, для Платона, как всегда, фрута няня. Он любит именно вкус фрута няни. Как видите, уже немножко накрасилась. Какие-то тут высыпания, но... Платон смотрит мультик про Гуфи, Микки Мауса. И вот он сидит тут со своим любимым динозавром играет. И да, у меня теперь вот малыш такой. Привет. Потом расскажу как-нибудь. Ну что, вот приготовленный завтрак. Половина этой порции каши. Чай, йогурт. В чай я добавлю немного мёда. И выпью грейпфрутовый сок. Там вот дела обстоят так. И уже нужно собираться. Снова паковать чемоданы. Поедем в аэропорт. Мы решили перед тем, как поехать в аэропорт, немножко погулять по старому городу. Ой, я снимаю видео. Извините. Здесь всё выложено какими-то кирпичиками, плиточкой. Всё очень мило. Здесь всегда интересно погулять, потому что здесь какая-то своя атмосфера в старом месте. И здесь довольно много туристов всегда. С разных стран. Потому что это основная просто достопримечательность в Варшаве. Если вдруг ты приезжаешь в Варшаву, ты всегда приезжаешь в старое место погулять. Ну, казалось бы, ничего особенного. Но надо, надо, надо. Ну, вот так это выглядит, этот замок. Это улица Пивна. Здесь уже много-много лет стоит вот эта вот машина возле бара. Все возле неё фотографируются. Это уже как-то такая достопримечательность. Возле этого бара-подвала возле него стоит вот эта машина. И все возле неё фотографируются. Пойду-ка и я сфотографируюсь. Итак, вот и я. Ну, вот мы прилетели. Такси фиксированная ставка. Оно здесь очень похоже на трассе в том плане, что здесь торгуются и назначают свою собственную цену. Но и это самое крутое о том, что у нас здесь как в маршрутке, к нам подсел человек, с которого тоже взяли 50 евро. И это просто не мысли. Радисанская этика и дух капитализма. Мы в католической стране. Мы приехали в апартаменты. Немного передохнём и пойдём гулять. Надеемся, что магазины ещё открыты, чтобы у нас что-то было на завтрак. Потому что завтра всё будет закрыто. Может быть, у нас получится сходить в какое-то кафе приличное. И всё-таки сегодня 31 декабря. Хотелось бы это всё дело как-то отметить. Что сказать? За стоимость этой халупы можно было съездить в Турцию. Пока Илья там что-то делает, компьютер работает. Мы с платоном. Танцевать, это классно! Я сегодня совсем не праздничная. До Нового года остаётся несколько часов. И я очень-очень хочу есть, потому что я только завтракала. И мы гуляем по Риму. Здесь украшено всё. Мы зашли в единственно работающий какой-то арабский супермаркет. И я купила там хурму. Сейчас поем. И будем дальше гулять. Может быть, найдём какое-то кафе или ресторан. И у нас получится провести этот вечер. В тёплой, душевной, семейной атмосфере. Платош, не отставай, пожалуйста. Мы сели в том кафе, в котором было место. И более-менее присутствовали люди. Потому что это, как правило, показатель того, что там съедок. Давайте я вам покажу, что мы заказали. Я, как всегда, заказала то, что я заказываю всегда. В Москве, неважно где. Чай, да. Платон ест картошку. Он любит картошку. Ну, пицца, естественно, капричоза и капреза салат. Это мой первый тирамису. Я ещё до этого никогда не пробовала тирамису. Малыши спят. Спокойной ночи. А это наш завтрак. Такой вот 1 января у нас. Не знаю, что сейчас будет в этих тарелках. Это Илья придумал. Ну, вот я салат приготовила. То, что нашли в пакистанских магазинах, то купили. И вот теперь у нас есть на завтрак. Хорошо, что у нас осталось после Варшавы вот этот хлебушек. Сегодня 1 января. И мы гуляем, как истинные туристы, по брусчатке. Мы будем сейчас съесть мороженое. Несмотря на то, что холодно. Илья, заплати, пожалуйста. Силка. Мороженое. Я пойду есть мороженое. А ребята пусть разбираются. Я гуляю по Риму. Ай, ес. У нас здесь такое классное мороженое. Одно из фисташки, а второе из с добавлением каких-то елок. Это так вниз ко мне в лицо. И вот с этими елками это очень вкусно. Мы сидим возле пантеона и лечим горло. Прикольная, правда? Машинка. Такая просто. Лайфхак для путешествующих. Видите, вот сзади вот эта надпись. Преподвайзер. Мы каждый раз, когда путешествуем, мы по этому принципу выбираем кафе. Да. И именно поэтому мы сейчас зашли туда и купили с собой на вынос. Мы пришли к фонтану в Треви. И мы около 8 лет назад мы уже были возле фонтана. И это, кстати, было наше первое путешествие вдвоем. Мы поехали в Рим. Это был май. Это было все очень драматично. А сейчас мы уже с большой семьей нашей многочисленной. Слатон, Яков, Я, Илья. Приехали сюда. Очень много народа. Очень много народа возле фонтана. За здоровьем. За здоровьем. По моему личному ощущению, когда закат, особенное спокойствие какое-то на меня, по крайней мере, находит. Становится спокойно. Счастливые минуты. Можно выпить час. Грязные. А то он ест что-то с пола. Ну, все как обычно. Собственно, пол. Что можно успеть усмотреть за один день? Ну, собственно, ничего. Можно просто погулять по городу. Лучше не планировать ничего особенного. Просто пройтись, прогуляться. Если есть желание зайти в какое-то кафе, ресторан, конечно, лучше посмотреть с первого отзыва, чтобы не наткнуться на что-то отвратительное. Не наткнуться на нас. Легко ли путешествовать с двумя детьми? Нет, это нелегко. А как к этому отнестись? К тому, что они капризничают, и их нужно носить на руках, и то, что много сложностей. Это прекрасно? Это прекрасно, потому что это никогда не повторится. Ну, знаешь, можно про все сказать. Ой, я руку сломала. Это прекрасно, это никогда не повторится. Когда я руку сломала, я же смеялся. Ладно. До встречи, может быть, в следующем эпизоде. А может быть, в другом городе. Пока! Сегодня новогодняя ночь. Буквально через пару минут по римскому времени настанет новый 2017 год, который мы встречаем за праздничным столом с лучшими деликатесами со всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok